Ну, во-первых, мы очень рады, что в рамках нашего годового юбилейного тура, имеется в виду нашего группы «Город 312», вот что в рамках этого тура мы попадаем на родину, мы очень этому рады, попадаем в такое прекрасное, на мой взгляд, для нашей страны время, время года, как весна, когда всё цветёт, когда всё пахнет. Это как раз ещё конец апреля, и у нас, получается, концерты будут в городе Джалабад, в городе Ош, вернее, наоборот будет концерт, Ош-Джалабад, а потом Бишкек, да. В Бишкеке концерт будет на большой сцене промзоны, это опен-эйр, открытая большая площадка, поэтому, конечно, мы там жахнем не по-детски. Ну, наших редко где нет. Я, по-моему, по России пару городов только заприметила, когда я говорила, есть кто-нибудь из Кыргызстана, и тишина такая в зале. Это, по-моему, Астрахань, я не знаю, почему наших там нет, и ещё какой-то один город. В остальных везде есть наши. Я вам больше даже скажу, я умудрилась недавно на концерте, в общем, по Уралу, очень далеко, достаточно далеко. А, даже это была Сибирь. И на мой концерт пришёл мой одноклассник, которого не видела 30 лет. Мы с ним расстались где-то в седьмом классе, но я перешла в другую школу и так далее. Я, во-первых, его узнала сразу, он подошёл к сцене с цветами, я поняла, что это он. То есть я так рада, что... Ну, как вам объяснить? Понятно, что мы меняемся, но не настолько, чтобы вообще друг друга не узнать. Вот. И, конечно, кыргызстанцы, они так как-то очень тепло, да в глазах написано даже, кто наш. В глазах просто вообще читается, просто «А-а-а, свои!». Вот. Сама песня «Вспоминай обо мне, когда пойдёт дождь», её именно в этом варианте в фильме нет. А лейтмотивы этой композиции, они существуют как греческая молитва, и исполнены они Игорем Игоревичем Матвиенко. А уже после картины, то есть эта песня, она записывалась дня, записалась дня за четыре до начала, собственно, премьер, да, до самой основной премьеры этого фильма в городе Москве. И мы не успели утвердить её на титры. И она вышла уже пост, уже в качестве как рекламы для фильма «Викинг», ну и вообще как интересная работа. А вот то, что внутри картины происходило, темы Владимира, князя Владимира, вот там уже я напевала их без текстов, они все идут вокально, скажем так, просто вокально-мелодичные, мелодические. Так вот, там, конечно, работа просто, на мой взгляд, настолько интересная. Я так рада, что мне вообще, мне предложил Гарри Игоревич поработать в этом направлении. Вот можете себе представить, ты приходишь в студию, тебе ставят кусочек видео, отрывок из кинофильма, рабочий, естественно, вариант, и говорят, вот видишь, вот князь Владимир вот так вот так сейчас переживает вот эту сцену, у него произошло то-то, то-то, вот смотри, что с ним происходит. А теперь он наигрывает, он стоит за инструмент, он наигрывает музыкальный кусок, гармония меняется, аккорды меняет, и ты, да, и он говорит, закрывай глаза, и вот представь, что ты душа князя Владимира, и ты просто вот это все вот выкладываешь, ты это проговариваешь, пропиваешь. И вот так было, там, и вот ты вот час этим занимаешься. Потом говорят, стоп, все, закрыли, следующий кусок, стоп, закрыли. Потом я ухожу, и они сидят вместе с помощниками, а потом уже и с продюсером картины, да, там, с помощником или с режиссером картины, скорее всего. И вот они сидят и выбирают, что подходит, что не подходит. А уже как чистовик, естественно, я уже увидела на премьере. Я сидела, и, естественно, голос мой меня отвлекал просто, когда там что-нибудь такое, а там мой голос, и я думаю, я не могу кино нормально смотреть, я слушаю, что там у меня спето. Вообще, конечно, приятно. Работа еще грандиозная, можете себе представить, какие батальные съемки, конечно, там были сделаны. Работа, конечно, там грандиозная. Пожелания, ну, одно не меняется. Я очень хотела бы, чтобы у нас все-таки в Кыргызстане воцарил мир, благополучие и стабильность, самое главное. И это будет всегда звучать из моих уст. Я, поверьте мне, я не перестаю гордиться нашими кыргызстанцами. Я радуюсь каждой победе. Я радуюсь каждой какой-то, не знаю, услышанной, хорошей новости. Я бы сейчас, знаете, как еще хотела бы сказать, вот сейчас самое время. Верьте в то, что изначально народ Кыргызстана, он, знаете, как это сказать, он наполнен светом. Вот мне есть чем сравнить. Мы объездили столько стран мира, столько городов разных и весей, что, поверьте, наших видно сразу. Ну, не теряйте вы это солнце, пожалуйста. И самое главное, верьте и в страну, и в тех, кто рядом. Не перестаем. Это очень важно. Спасибо.